Всем привет! Добро пожаловать в Аленку Блог. Сегодняшнее видео будет о нашей поездке на Бали. Я расскажу немножко и потом вставлю само видео. Покажу нашу комнату, покажу наш отель немножко. А пока расскажу вообще, что как Бали. Бали был прекрасный. Мы были 10 дней вдвоем с моим сыном. Это вообще, знаете, мы первый раз так далеко уехали вдвоем. Надолго достаточно, я считаю. Это был такой новый эксперимент для меня и для него. Очень приятный. Я думаю, любая мама меня поймет, насколько важно вот это вот общение с твоим ребенком. Вот где-то вот так вот на отдыхе, без всяких гаджетов, без всяких там, я не знаю, электрических, электронных вот этих вот игрушек. Ну, понимаете, да, о чем я. Очень было здорово, очень прекрасно. Это был очень красивый отель. Отель мы выбрали с мужем вместе. Он в 2015 году занял приз лучший лакшери отель мира. Я даже не знала, что такие есть как бы номинации, но тем не менее, да, вот он выиграл. Он прикольный. Там очень интересная архитектура, интересные номера, как бы он интересно построен. То есть он такой, как коробка, а внутри коробки вот все внутри происходит. Короче, ну, хороший, красивый, красивый у него дизайн действительно. Очень приятный персонал, то есть там все нас уже на первый день знали, все Тиму знали, все ему давали, дай пять, дай пять. Ну, это, я понимаю, это очень профессионально, но тем не менее, это всегда приятно. Очень была неплохая еда, был у нас шведский стол на завтрак, и потом обед и ужин уже ты заказываешь или в номер, или ешь в там ресторане и платишь уже за это отдельно. А был бассейн, бассейн был на крыше, на третьем этаже, как это называется, Infinity Pool. Неплохой бассейн, но минус, что не было зонтиков. Поэтому, я не знаю, я дам этот отель, ссылку на него, если вы хотите поехать туда, если у вас маленький прям совсем ребенок, наверное, вам вот этот отель не подойдет, прежде всего потому, что, ну, ребят, без зонтика и вот этот Infinity Pool, вот этот край, мне все время казалось, что сейчас кто-то оттуда упадет. Ну, умом ты понимаешь, что это невозможно? Ну, знаете, бывает. А вот, недалеко пляж, вы можете идти пешком на пляж, вы можете взять трансфер. Трансфер от отеля ходит каждые 30 минут бесплатно, вы садитесь, вас везут, забирают, вообще отлично. Если вы хотите пройти пешком, то будьте готовы, что район так себе, ну как, на Бали везде так, но это вот прям, мы были до этого с мужем в Убуде, было как-то немножко все-таки по-другому. Здесь очень узкая была улица, очень такая активное было движение, то есть машины, скутеры, все вообще бурлит, кипит, а не заезжают на тротуар, они бибикают. То есть если вы хотите пешком прогуляться и насладиться там, я не знаю, воздухом, вам это не удастся. И вообще за пределами отеля вот в этот раз было совершенно, ну, неинтересно, как-то вообще ни о чем, надо смотреть, надо искать. Я была с ребенком, мне было нормально, то есть мы в отеле, мы в этом, на пляже, все было окей, нам не нужно было, мы заказали там экскурсии какие-то, поехали. Я понимаю, что если бы мы были бы с мужем, то нам бы не хватало какого-то движения, нам бы не хватало каких-то там походов, каких-то клубов, может быть, потому что, ну, как таковых, чего там такого не было интересного. Было на пляже вечером, да, под барабаны можно было поплясать, ну, в этом тоже есть своя прелесть. Так что вот такая информация. Пляж, пляж очень хороший, чистый был пляж, чистая вода, невысокие волны, но это как бы от сезона зависит от погоды, можно было даже спокойно там покупаться немножко. Но все равно, конечно, нужно следить за детьми, потому что волна это такое дело опасное. Очень много учат вас кататься на серфер, на доске, мы брали уроки, я нет, сын брал, очень прикольно, почему нет, попробовать. 30 долларов это стоило нормально, 2 часа, 2 часа, 30 долларов. Дальше лежаки и зонтики на пляже платно, то есть когда мы первый раз пришли, я не взяла деньги, я, ну, как бы, ну, даже, ну, не думала. И для меня это был сюрприз, поэтому мы не могли первый раз остаться надолго, потому что, ну, реально, у меня не было денег заплатить за лежак. Он стоил 10 долларов один лежак, то есть нам нужно было 2, 20 долларов. Два зонтика, два лежака. Ну, в следующий раз мы уже брали. Ну, как бы тоже, вот, имейте в виду информацию, я не знаю, то ли там такая система, я вообще не знаю, на Бали бывают платные зонтики. Когда мы первый раз там были, ничего такого подобного не было. Ну, может быть, всё меняется, короче. Обед, ужин у нас был не включён. Мы кушали в основном в отеле, или не кушали, или когда у нас были экскурсии, там на экскурсии что-то ели. Потому что жарко, мы старались есть больше на завтрак, потом ты двигаешься, но когда жара вообще есть, не хочется. Разнообразный обед ты заказываешь, тебе могут и в номер принести, могут у бассейна тебе всё подать. В общем, такой, знаете, ленивый отдых. Ты ничего не делаешь, тебе всё приносят. По экскурсиям было очень здорово. Мы везде ездили, ездили по галереям. Ну, не знаю, я промолчу. Специфическое искусство, скажем так, наверное, не моё. Ну, то есть я очень люблю именно их старинные вот эти храмы, скульптуры, вот эту вот их эклектику. Ну, вот то, что сейчас делают современные артисты, артисты, художники, мне не очень понравилось. Ну, это как бы моё мнение. С ним не обязательно там соглашаться, или ещё что-то просто. Ездили смотреть на вулкан, ездили в Манки Форест. Манки Форест — это вообще прекрасно. Это такой парк с обезьянами, которые на вас прыгают, которые... Вы кормите их. Ну, они такие хорошие. Они просто, знаете, у них такие лапки мягкие-мягкие-мягкие. Ну, они прям как маленькие дети. Очень прикольные. Нас предупреждали, что обезьяны какие-то могут быть агрессивные и так далее. Ничего подобного не было. Ну, не знаю, всё же зависит тоже от того, как ты к ним, так и они к тебе. Мы просто... Мы вот прям с такой любовью. Ну, и они к нам, наверное, тоже. В общем, очень было здорово. Смотрели также их концерт, их национальной музыки. Тоже было интересно. Я вставлю тоже в видео этот фрагмент. Всё прекрасно. Отдых на Бали, я думаю, понравится всем. Я думаю, понравится всем. Очень хорошая погода. Очень классное море. Но не холодное, как, например, в Сиднее. Да, вы едете в Сиднее, вы думаете, что, ой, ну, это же океан, это так здорово, такая жара. Океан очень холодный всегда. Здесь нет. Здесь ты идёшь, здесь ты плаваешь, здесь тебе комфортно, приятно и так далее. В общем, было всё очень даже здорово. Опять говорю, ссылку на отель я вам дам. По поводу, что нужно как бы взять, я набрала всего, кучу, кучу, кучу всего. Я вообще ничего не носила, ничем не пользовалась в плане косметики. Не носила вообще ни разу вообще. Клипсы не носила. То есть хит у нас был вот этот вот крем. Я просто вам покажу, что вдруг кому-то понадобится. Это Анесса, японский крем солнцезащитный. Это новая версия. Видите, вот здесь такой набалдашник голубой. Она водостойкая, она более лёгкой текстуры. Потому что до этого мне говорили, он такой жирноватый был крем, неудобно даже было его наносить на лицо. Но этот просто бесподобный. Если увидите где-то, прям берите, не жалейте. Он недостаточно там дешёвый, но он и не очень дорогой. Он стоит вообще каждой, каждой, каждой вот потраченной на него денюжки. Он прекрасный. Он прекрасный. Вот смотрите, это вот мой просто загар. Я никогда, ни разу, вообще за весь отдых не сгорела с ним. Я им мазала лицо и зону декольте. Всё остальное у нас были солнцезащитные крема австралийские, тоже с SPF 50. Всё прекрасно. Мы их там оставили. Ну, то есть я про них не буду говорить. В них ничего такого особенного нету. Ну, крема как крема там. Ты их обновляешь где-то каждые два часа. Ну, тоже хорошие. Ну, вот это, это просто, это восторг. У меня сын вообще не любит ничего на себя мазать. Это вообще без проблем. Помазал, пошёл. Всё. А Несса. А в плане парфюма, я же парфюм, парфюм. Это просто бланш от Байреда. Это вот, знаете, это настолько шикарно пошёл этот парфюм на Бали, что, ну, я не знаю, какой бы ещё один сработал вот так вот на 100%. Ощущение постоянно свежести, как будто вот ты вот постоянно в каком-то, знаете, в холодок на тебя так дует. Даже если жарко, вот всё равно вы его чувствуете от волос, от, ну, от кожи вот этот вот аромат. Я, конечно, на пляж, когда ходила, я наносила только на волосы слегка, но он, он просто, он, он шлифит, вы его чувствуете, он, ну, реально с холодком. Очень хороший аромат, свежий. А вечер, это вот. Даже несмотря, что я с ребёнком, я всё время, я душилась, мне очень нравится пользоваться парфюмами на отдыхе. Карнел Флава от Фредерик Маль, вот он был победителем. Ну, я не знаю, в жаре вечер вы идёте, такая уже вся расслабленная, после ванны душа, после вот волоса, волосах песок. Ну, это такое незабываемое ощущение, и вот этот вот аромат, он лучший, самый-самый лучший. Если бы я ехала с мужем, это был бы тоже портрет леди. Но когда ты с ребёнком, это слишком, это, для меня это очень яркий аромат. Это такой вот прям вот аромат приключения, пойти там куда-то зажечь какой-то танец, плясать, что-то такое. Когда ты с ребёнком ходишь, нет, не то, не то, не то, не то, но великолепно раскрывается тоже в жаре. Если вы едете романтичной компанией, то будет здорово. Ну и сейчас я вставлю наше видео о нашем отеле. Смотрите, я думаю, вам понравится. Ну, всегда приятно смотреть, когда кто-то хорошо проводит время. Я, например, обожаю влоги из поездок, когда человеку хорошо, мне становится хорошо тоже. Потому что это такая... эмоции счастья, они бесценны. Всегда, всегда, всегда. И в конце я тоже вставлю нарезки из наших... Где мы были на концерте, может быть, вулкан вставлю. Так что смотрите. Надеюсь, вам понравится. Пишите, пишите, были ли вы на Бали, понравилось ли вам там. Нам очень понравилось. Нам понравилось, мы довольны. Всё. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока. Такой красивый отель. Очень тут прикольная архитектура. А там, если идёте, магазины, там ресепшн, здесь кафе. И вот тут красивые очень магазины и вокруг номера. Вот так. Сейчас самое жаркое время. Везде есть зоны отдыха. Везде стоят, так сказать, кулеры с водой, со свежевыжатым соком. Можно пить всё время. Здесь вот такой водопад. Вот там такой водопад. Тут ещё кафе. Ну вот наверху уже номера ходят, подбирают. Красота? Ну и вот мы зашлигнули. Здесь такая зона отдыха. Красивая очень мебель. И всё хорошо выдержано. Смотрите, вода на крыше. Вон она. Тим, я блог снимаю. Что это блог? Ну, показать, какой отель. Может быть, кому-то захочется здесь побывать. Вот дальше это у нас второй этаж. Есть ещё третий этаж. Там уже находятся виллы. Виллы – это такие номера со своим личным бассейном. Четвёртый вилл. Ну, короче. Очень мне нравится вот эта часть. Сейчас тут плохо видно, но когда темно, я вам сниму. Вот эта вот вода даёт такой красивый блеск на всю стену. И сейчас тоже видно. Получается очень здорово. Сейчас покажу вам ресепшн. Вот там как раз ресепшн, в котором мы были. Вот там наверху. Ну, что, вот я вам говорила вечером. Видите, наверху на крыше вода. И всё окрашивается очень красиво. Вот таким вот цветом. Красиво. Ну, что же, вот наш номер. Прошу прощения за вещи. Слушайте, мы здесь живём. Значит так. Такая огромная кровать. Я даже думаю, это больше, чем king size. Это какой-то супер king size. Очень большая. Очень красивое освещение. Там балкон. Но мы туда не ходим, потому что очень жарко. Покажу вам вот вид. Вот такой вид, но жарко там, получается, на балконе. Вот такая кровать. Маленький диванчик. Здесь зона телевизор. Опять-таки наши вещи. Ракушки. Здесь меню. Здесь духи. Очки. В общем, всё как всегда. Шляпы. Обувь. Мини-бар. Чайник. Кофе. Но кофе тут такой растворимый не очень. Здесь зона. Можете даже работать, если кому нужно. И самое классное, что мне нравится, это вот эта прекрасная ванна. И душевая кабина. Туалет, конечно, здесь классный. Ванна, туалет. Вот такая ванна. В таком, ну не знаю, японском стиле. Здесь же такой гардероб. Ну, слушайте, я так поняла, что на Бали вообще гардероб не нужен. Я постоянно хожу в комбинашке и в купальнике. Поэтому все вот эти вот шелка, они висят. Я их вообще не надевала ни разу. С сумочкой, кстати, ходила. Сумку хорошо, что взяла. И шарфы пару раз надела, чтобы не сгореть. Так, конечно, тоже не нужно это все. Здесь тоже моя косметичка, очки. Сейф. Да, мы используем сейф. Дальше дверь тут такая закрывается. Все. И вы можете смело принимать ванну, кайфовать, заказывать в номер какой-нибудь вкусный коктейльчик, лечь, расслабиться. Здесь умывалка, кран. Ну, господи, все как обычно. Как всегда, мини-шампунь, гель для душа и крем для тела. Кстати, очень приятные. Пахнут жасмином. Сейчас покажу вам, как они выглядят. Вот такие. Жасмин бодик линса. Тес сьют. Это их фирменные. Очень, очень мне нравятся. Очень классные. Крем для тела прям вообще прелесть. Стаканчики. Всегда дают чистые полотенца, воду. Значит так, это у нас унитаз. Все, все двери закрываются. Очень приятно. Душевая кабина вот с таким душем и еще вот с таким душем, если кто-то не любит стоять под таким. Вот. Можете пользоваться вот этим маленьким. Все в таких прекрасных тонах. Вот такая дверь. И опять комната. Можно заказывать в номер еду. Сейчас примерно покажу вам меню. Мы заказываем, честно говоря, вечерами иногда. Целый день вы можете заказывать в номер. Целый день можете заказывать у бассейна. Ну вот, например, all day in room. Паста баллонез будет стоить вам 10 долларов. Пицца 10 долларов. Салат цезарь 10 долларов. И такие маленькие закуски, как, например, картофель фриз, спринроллы. Они будут стоить вам 50 долларов. Ну и тут вот они тоже показывают всю прелесть их отеля. По напиткам 50, ну не 50, как бы это их 50. Если это долларов, то 5 долларов будет стоить вода, кок, чай холодный, эспрессо, лонблэк. Но кофе здесь так себе, так что, не знаю, можно обойтись. Лучше пить свежевыжатые коктейли из свежевыжатых соков. Это манго, джуз, ну что угодно. Что тут? Яблоко, апельсин, ананас, клубничный. Очень они вкусные и стоят 6 долларов. Значит так, вина здесь, кстати. Ну, как бы я не знаю, 2... Это получается 2... 2... 20 с чем-то, что ли. Ну, короче, я вино тут не брала бутылками, поэтому не знаю. Байглаз по бокалам 75, это где-то 7,5 долларов. Совершенно невкусные вина. Ну и всякие коктейли очень классно. Мохита, Дайкири, Маргарита, Пинаколада, Голубая Лагун, Космополитон и так далее. Стоят 15 долларов. Также тут еще надо знать, ну если что, для вас не было сюрпризом. Ко всем, ко всем, как бы вашим, то, что вы заказываете, к заказам прибавляется еще 21% как бы за такс, за сервис. Вот такие вот дела. Тес-сьют, Бали. Прикольный, прикольный отель. Мне понравился. Приятный интерьер, приятный... Ну что же, есть еще спортзал. Такой классный. С видом на бассейн. Хорошие здесь очень тренажеры все, новые. Классный, 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 классный. Вот такой вид. Там этот наш бассейн. Там город. Зеркало, телевизор. Есть вода. После тренировки вы можете пить. Лежат всегда свежие полотенца. Вот вода. А там уже наш ресторан, где проходят завтраки. Если хотите, обеды и ужины. Все шведский стол. Очень вкусно. Каждый день разное меню. Мы туда в основном ходим или заказываем в номер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА